В курито веке, господа, начну с по-настоящему хороших новостей, вот реально с хороших, от чего даже гордость за душу берет. Итак, Росстат подсчитал число наших соотечественников, получающих зарплату свыше 1 миллиона рублей в месяц. Разумеется, что удивительно, но по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос аж на 38%, то есть серьезно так в полку богатых и счастливых прибыло, более чем на треть, порадоваться хочется. Вот порадоваться хочется, ну а теперь о грустном. В абсолютных цифрах таких счастливчиков среди нас всего 11 тысяч человек. То есть понимаете, да, на фоне 140 миллионного населения, ну смешно. Хотя, как подавалась эта информация намедни пропагандистами, как какой-то прорыв прямо на 38%. У нас стало больше богатых, действительно нет повода не выпить. Ей-богу, начинаем! Ну что, порадовались, помечтали, немного и будет. Предлагаю вернуться на землю. А на земле Минтруд отказался увеличивать пособие по безработице в будущем 20-м году. Оно останется прежним. Минимальная сумма выплаты составит полторы тысячи целковых, максимальная 8,5 тыр. Обратите внимание, да, как цифры друг с другом гармонируют. Там выше мы говорили о зарплате в миллион рублей для очень небольшой группы лиц. Правда, здесь остался ты без работы. Максимум на что можешь рассчитывать и 8,5 тысяч. Причем платить тебе даже эти слезы государство обязуется только год. И по нисходящей наибольшую компенсацию ты сможешь получать первые три месяца. Затем все меньше, меньше, меньше поразило другое. Во-первых, в последний раз размер этих самых пособий правительство увеличивало в прошлом году перед президентскими выборами до того, как он размер выплат в смысле не менялся 10 лет с 2009-го. Хотя вы понимаете, что все эти 10 лет цены росли на всех коммуналках. Так вообще дважды в год цемилости велись. Ну, повторюсь, выборы же ожидались. Нужно было нищебродам хоть какую-то кость кинуть. Сейчас выборы прошли, фига ли это обоздумать. Че там, во-первых? А вот теперь, во-вторых, тут математика меня еще больше улыбнула. Все по тому же Росстату безработных в нашей стране по состоянию на конец 2018 года насчитывалось более 5 миллионов человек. Эту цифру и все чиновники называют. Путин несколько раз ее же озвучивал во время прямой линии. А вот в Минтруде свои данные. У них там безработных числятся всего 700 тысяч. Если честно, балдю от этого зоопарка. Вот нам на каждом углу уже врут, а. Выступал этот чувачок в Государственной Думе, автор закона о самозанятых, депутат Макаров. У нас сказал, без работы сидят примерно 7 миллионов. Следом Голикова по этому поводу что-то там заикалась, кашляла. У нее цифра снизилась до 5. Выше сказал, а когда выплат дела дошло, то есть когда уже конкретное бабло, надо людям платить. Опа! Так неприкаянных-то у нас 700 тысяч всего оказывается. Обожаю эту страну лживых отчетов и повсеместного кидалова. Правда, все это нам позволяет активнее вставать с колен. Ну да, лох это судьба. А это реальная журналистика новостей из дурдома. Снова с вами. Поехали! Кстати, а вы уже в курсе, что нас ждет-то в обозримом будущем? Ну, после 24-го года, когда всеобщий любимец, национальный лидер и просто вот такой мужик Владимир Владимирович покинет, наконец, пост президента? Не знаете! Так Жириновский уже разведку боем проводит. Его, кстати, дурачки очень любят называть пророком. Мол, вот как скажет что-то Вольфович, обязательно потом именно так и случится. Попробую в очередной раз приоткрыть глаза тем дурачкам. Да, Вольфович, это рупор Кремля. Просто через него сливают важную информацию, дабы посмотреть, как на нее отреагирует общество. Проанализировать собранные данные. Подготовиться что-то, может быть, где-то подкорректировать. Ну да я ушел от темы. Короче, менять конституцию ребята хотят и делать из РФ как будто бы парламентскую республику. Мы это поддержим. Это расширение полномочий парламента. В перспективе нужно найти баланс, чтобы был и верховный правитель России, и мощный, сильный парламент. Вот хотя бы в плане согласия парламента на назначение министров. Чтобы это министры знали, что их тоже как бы связано не с парламентом. И глава государства знал бы, что депутаты недовольны какой-то кандидатурой. Вот говорит, вроде красиво, задорно, местами патриотично. Даже и ты думаешь, молодец какой. Давно пора от всей этой неконтролируемой шайки жуликов избавиться. Я про правительство Медведева, министры которого всякие пакости для народа тайком от главаря делают. Идея Жириновского в этом плане очень даже. Рычаги влияния на мерзавцев появятся, жешь? А вот теперь давайте я вам объясню на пальцах, что они на самом деле мутят. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. 24-й год. У Владимира Путина истекают полномочия. Теперь совсем идти еще на один срок и менять под эту аферу Конституцию? Да тут даже не у нас дела, на нас совсем наплевать. Элиты за рубежом не поймут, в диктаторы сразу запишут. Вариант с преемником может не прокатить. Из всех представителей нынешней власти более-менее с уважением народ относится только к национальному лидеру. Всех остальных ненавидят, даже ватники. Что остается делать? А власть-то отдавать? Ой, как не хочется. Я сейчас о тех, кого называют кооперативом озера и околоплавающими, потому что власть это деньги. Власть это положение в обществе. Власть это возможности в некоторых случаях неограниченные. Вот и задумалась братва об очередной многоходовочке. Вообще никакого президента, как это было временное правительство. Премьер-министр, все. Царя нету, президента нету. Российская республика. И многопартийный парламент. И прохождение в парламент без всяких процентов. Хоть один, вот сколько стоит мандат депутата? Получил 400 тысяч голосов, все, ты один будешь находиться в парламенте. Ну а теперь прямым текстом и по-русски создание парламентской республики для этих самый оптимальный выход. Должность президента упраздняют. Страной начинает рулить глава парламента или, может быть, премьер-министр, как в Англии. Жирик эту должность обозвал верховный правитель России, которого выбирают и назначают депутаты. А как думаете, кого депутаты выберут этим самым верховным правителем? Ответим три года. А самое главное, что при таком раскладе все остаются у своих кормушек. Да и в глазах мировой общественности все шито-крыто. То есть никакой дядя Вова не диктатор. Конституцию под себя он не менял. Честно ушел в отставку. Кто ж виноват? Что не отпускает его народ российский? Парламент вон на колени встал, умолял. Буквально останься, отец родной. А парламент, между прочим, в России избирается прямым голосованием. То есть депутаты как будто бы волю народа. А в данном случае транслировать собираются. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам. Дальше рассказыватели сами все поняли. Тем более, что аналогию провести вообще не проблема. Мы ведь все это проходили и знаем, что такое назначенные мэры, губернаторы и так далее. Ну как назначенные? Да юры нет, депутаты избирают как будто бы на деле. Ну не мне вам пить, в чьих интересах такие назначенцы работают. Точно не в твоих. И не в твоих, и не в моих. Думаете, если главу государства и правительства тоже депутаты начнут избирать демократии в вашей жизни добавится? Что-то в лучшую сторону поменяется. Да те же яйца, только сбоку, как говорится. Ах да, слышу, вот вы и возразить пытаетесь. Ты забыл об одной маленькой детали. Для того, чтобы сказанное тобой провернуть, нужно еще той Госдуме переизбраться в 21-м году, согласен. Но вы видите, как нынешние выборы проходят? Всех сняли с выборов. Там были сильные кандидаты, очень сильные, которые бы 100% победили. Типа Яшин или Соболь. Там были хорошие, но не очень сильные кандидаты. Им пришлось бы побороться за свою победу. Но там были, если честно, вообще паршивые кандидаты. Есть презумпция неновности кандидатов. Существует, как у всякого другого. Еще вторая презумпция доверия. Да, презумпция доверия. Значит, соответственно, это не мы людей должны за руку приводить. А избирательная комиссия тогда должна приводить за руку людей, которые, как говорят, мы это не подписывали. Это и есть генеральная репетиция перед 21-м годом. Вам уже показали, как будет. Всех независимых за борт, неугодных туда же, а затем иди, дорогой россиянин. Выбирай между единороссом и латентным единороссом. А лучше вообще никуда не ходи. За тебя выберут. Ты уже все давно сделал. Своё будущее и будущее своих детей ты прокакал. В 2016-м как-то так. Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Ссылка на страничку в ютюбе сверху. В соцсетях тоже жду. Подписывайтесь в друзья. Добавляйте темы. Предлагайте под ними. Мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.